Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана. И сегодня я вам расскажу про рецепт самых эффективных ночных масок. Вы узнаете рецепт трех самых шикарных ночных масок. Расскажу о том, как их правильно делать. Расскажу о том преимуществе, которые имеют ночной уход за кожей лица в домашних условиях. И кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь, мои дорогие друзья. Информации будет много, информация будет очень полезная. И поэтому устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! И, конечно, тот способ омоложения в течение ночного времени, ночного отдыха очень важен на самом деле. И этот способ ухода за кожей лица, конечно, очень удобен. В то время, пока вы спите, утром вы просыпаетесь, и кожа лица отдохнувшая, омолодевшая. Омолодевшая, конечно, разглажены все морщины. В общем, преимущество ухода ночного, они, как говорится, налицо. И вот этот способ ухода для вас просто идеальный вариант ухода за кожей лица в домашних условиях. И, конечно, мои дорогие, не все вы знаете о тех плюсах, которые имеют именно ночные маски в области ухода за кожей лица. В первую очередь, это, конечно, во время сна все мышцы лица, расслабленные, в расслабленном, разглаженном состоянии, очень глубоко проникают те питательные компоненты, возможно, которые в обычном режиме ухода не таким будут образом ухаживать за вашей кожей. Следующий момент, это, конечно, отличный способ ухода за проблемной кожей. И, конечно, синтомициновая мазь в борьбе с акне, с прыщами, с какими-то высыпаниями очень хорошо работает. Я этот способ использовала на себе. В течение некоторого времени я вместо ночного крема пользовалась синтомициновой мазью, которую можно легко купить в аптеке. Это доступное средство, и оно всегда должно быть в уходовой косметичке женщины. И, конечно, существуют такие простые правила нанесения маски ночной. Она мало чем отличается от нанесения обычного средства, но плюсы состоят в том, что перед сном, конечно, активное очищение кожи, это распаривание кожи, это какой-то пилинг, отшелушивание активное. Конечно, на поверхность кожи выходят молодые клетки, которые требуют дополнительного питания. И, конечно, когда вы перед сном активно очищаете кожу лица, убираете роговевший слой клеток, и на поверхность выходят молодые новые клетки, и они активно начинают впитывать питательные компоненты, вот это и есть самый главный эффект от ночных массок, которые вы можете сделать и приготовить сами. Следующее правило, которое очень важно соблюдать, это, конечно же, все компоненты, все ингредиенты, все продукты, которые вы используете в процессе приготовления масок, должны быть свежими. Те продукты, которые вы используете в качестве маски, скоропортящиеся, как правило, должны быть использованы одноразово. То есть, не все ночные маски следует хранить в холодильнике и в течение нескольких дней. Но я вам расскажу рецепты именно такой маски, которую вы можете сделать порционно, рассчитывая использовать ее в течение недели. И, в общем-то, можно хранить ее в холодильнике. Но про рецепты, конечно, я вам расскажу попозже. Поэтому, в первую очередь, нужно знать о том, как правильно пользоваться, о том эффекте, который маски эти дают. И, конечно же, о тех противопоказаниях и предосторожностях, которые, естественно, нужно соблюдать. Следующее очень важное правило, которое обязательно нужно применять, когда вы делаете ночную маску, это не наносить ночную маску на кожу вокруг глаз. То есть, тонежная кожа, которая активно будет впитывать влагу и впоследствии даст отечность, лучше не использовать. То есть, ночные маски мы не наносим на кожу вокруг глаз. Утром вы просыпаетесь, просто смываете маску эту обычным способом, каким вы это делаете. Если кожа жирная и маска питательная, очень жирная, то, конечно, ее нужно будет смыть при помощи либо какой-то пенки, умывалки. Если вы используете в умывании ежедневно мыло, обязательно хорошо, тщательно очистите лицо от этой маски. И по новой нанесите ежедневный крем легкий, который вы используете в ежедневном своем уходе. Следующее правило, которое нужно обязательно соблюдать, это то, что эти маски, ночные маски используются курсами. На протяжении 30-40 дней, каждую ночь нужно делать эти маски для достижения самого такого шикарного эффекта. Конечно, эти процедуры я на себе все использовала, испробовала. И хочу сказать, что эффект просто шикарный. Если вы делаете курс маски определенного направления, то одну маску вы делаете на протяжении 30 дней. Затем даете коже передохнуть. Отдыхает кожа тоже 30-40 дней. Затем в следующий курс маски, наблюдая за состоянием своей кожи, смотрите, какого именно компонента, что не хватает вашей коже. Возможно, усиленно увлажнение ваша кожа требует. Возможно, она потеряла оттенок, цвет лица потускнел. Будем делать другого направления маски ночным. В общем, курсами делаем маски. И это очень важное правило. И, конечно, многие зададутся вопросом, а в какое же время активно эта маска работает? Самая продуктивная работа клеток кожи начинается с 12 часов ночи до 5 часов утра. То есть за 2-3 часа до сна можно нанести маску. И перед сном непосредственно, промокнув салфеточкой, оставляете, утром просыпаетесь, смываете. Но вот тот активный промежуток работы клеток кожи непосредственно с 12 часов до 5 часов. Вот именно в это время ваша кожа активно впитывает те компоненты, которые находятся в маске. И теперь, мои дорогие друзья, непосредственно приступим к самим рецептам масок. Как я уже сказала, я расскажу про 3 самых эффективных ночных масок. И, в общем-то, берем листочек и записываем. И, конечно же, на первом месте это ночная маска с гиалуроновой кислотой. Мои дорогие зрители, мои дорогие друзья, не огорчайтесь, если у вас под рукой нет гиалуроновой кислоты в чистом виде. Ее вполне возможно заменить гиалуроновой кислотой, которая находится в составе блефорогеля. Можно зайти купить в аптеке блефорогель-1. Это гель для кожи вокруг глаз и в его составе активные компоненты гиалуроновой кислоты, которые войдут в состав маски. Итак, гель или крем без SPF-фактора 1 чайную ложку, плюс блефорогель 1 чайную ложку и сок алоэ 1 чайную ложку. Все ингредиенты хорошо перемешиваем и наносим как ночную маску. Кстати, вот эту маску можно хранить в холодильнике до 5 дней. После нанесения маски даем ей тщательно впитаться, затем излишки убираем, ложимся спать и утром кожа просто шикарная. Рецепт второй маски тоже достаточно прост, поэтому давайте расскажу о том, как сделать маску номер 2. Начну. Маска номер 2 витаминная. Она предназначена для активного питания кожи, для глубокого проникновения питательных компонентов. И маска, вернее маска это с эфирным маслом, витаминная. В общем, активное питание эта маска дает. В состав маски входят растительное масло 2 столовые ложки, витамин Е, 3 капсулы. Я уже говорила о пользе витамина Е для приема вовнутрь, для ухода за кожей лица. И вот эта вот маска на основе растительного масла, витамина Е, просто шикарная. Витамин А, ретинол ацетат, я уже рассказывала, шикарный продукт, шикарный витамин, который именно будет стимулировать работу выработки меланина, способствует регенерации клеток кожи, обновлению кожи. В общем, витамин А. Эфирное масло 2-3 капли по вашему желанию, по вашему вкусу. Не забывайте, что базовыми эфирными маслами, конечно, выступает это масло лаванды, пачули, розмарина. В общем, все масла, которые влияют позитивно на кожу лица. Эту масочку нужно непосредственно наносить за 30 минут до сна. В момент, когда вы собрались уже ложиться спать, промахаем кожу лица салфеткой для того, чтобы убрать излишки этой маски. И все, оставляем ее до утра. Мои дорогие друзья, приступаем к следующей, третьей маске. Это самая шикарная маска на сегодняшний день, которую я тоже использовала. И записываем ее рецепт. Это маска с эффектом ботокса, она так и называется, домашний ботокс. Кстати, я на своем канале уже рассказывала рецепты масок с лифтинг эффектом, с эффектом ботокса, с подтяжкой лица, для того, чтобы кожа выглядела шикарной, гладкой. Тоже ссылочки оставлю, кому, возможно, интересны именно дневные ботокс-маски. Тоже можете зайти, посмотрите. Сегодня мы все-таки говорим про ночные маски. Да, кстати, вот эта маска убирает глубокие морщины на лбу, гусиные лапки, носогубку. Вот спрашивали, как убрать поперечную морщину на лбу. Вот эта маска для этих целей предназначена идеально. Берем желатин, одну столовую ложку, развести в молоке, добавляем эфирное масло шалфея или лаванды, 2-3 капли, и нанести поверх ночного крема. Оставить на ночь и делать эту маску лифтинг в течение одной недели еженочно. То есть на протяжении недели, каждую ночь мы боремся с глубокими морщинами. И эта маска очень шикарно работает. Я тоже ее полюбила. И, мои дорогие друзья, надеюсь, вам она тоже понравится. Напишите, какой из масок вы, возможно, сделали впервые. Возможно, о рецепте какой-то из этих масок вы уже знаете и слышали давно. И, возможно, вы слышали и смотрели отзывы по этим маскам. Поэтому напишите, пожалуйста, свое впечатление в комментариях после того, как вы одну из этих масок проделаете и каков результат. Мне очень интересно. Интересно также будет и всем остальным моим зрителям, моим друзьям, подписчикам. Мои дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось видео. Те, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. На моем канале очень много нужной и полезной информации. Кто не нажимал на колокольчик, нажимайте, чтобы быть в курсе новых видео на моем канале. А я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.